здравствуйте с вами снова александр я вам расскажу сегодня о классные новинки от компании бритокс это коляска для как я уже привык говорить для тех кому очень сильно повезло это для людей которых двойня погодки в общем для счастливых родителей скажем так это коляска от компании бритокса называется бейджел дабл но перед обзором я хочу вам рекомендовать одну классную группу вконтакте которая занимается производством детских развивающих досок без и борты наверняка слышали если искали интересные игрушки для ребенка это напомню доски которые очень сильно помогают ребенку развиваться и моторику ребенка логика мышлен в общем то много что интересного установлено на этой доске полезного для ребенка ссылку я добавлю в описании и промокод тоже добавлю и с этим промокодом вы сможете получить хорошую скидку при покупке без и бордов но сейчас перейдем с вами к изучению коляски бритокс бейджел дабл собственно это вот коляска бритокс бейджел дабл начнем с вами изучать ее сверху вниз но перед этим немножечко в двух словах о технических характеристиках производитель заявляет что это коляска предназначена для детей с рождения до 4 лет максимальный вес ребенка одного ребенка 10 соответственно 21 15 килограмм общий вес который выдерживает коляска это с нагрузкой там багажника всего остального около 40 килограмм там 39 с копейками по моему вот имейте это в виду при покупке вот но изучать начнем мы с ручки ручка здесь вы видите она цельная нераздельная полностью литая конструкция как обычно здесь все стандартно обито всем это мягким материалом типа губки что-то здесь посередине пластик кстати очень удобно здесь чуть больше хват и можно одной рукой по центру катить держать не знаю мне нравится она легко очень ездить для такой крупной коляски маневрены очень также есть возможность регулировки по наклону ручки диапазон реально очень очень большой смотрите тут прям положение целая куча что касается козырька на каждом из них есть откидной откинула кошечка здесь можно посмотреть за ребенком здесь установлена москитная сетка с двух сторон на каждом козырьке есть это окошко штатном положении козырек он такой вы видите не сильно большой но каждый из них можно увеличить открыв дополнительную секцию но единственное не всем нравится такая конструкция летом стопроцентно классно здесь москитная сетка она тоже так немножко затемняет но все равно ребенок лежит и наслаждается солнечными ваннами в питере это очень-очень актуально вот но от дождя особо не спасет как бы но в любом случае если дождь какой бы козырек не был надо одевать дождевик тут вот как-то так на мой взгляд вот эта система вполне рабочая имеет место вот соответственно не нужно закрыли каждый козырек имеет такую такую возможность вот теперь давайте посмотрим на заднюю спинку здесь на каждой из сторон на каждой стороне на каждом сиденье имеется ввиду есть кармашек на задней стеночке на задней стеночке кармашек довольно таки большой на мой взгляд это хорошая альтернатива небольшой сумки здесь их 2 2 кармашка на каждой стороне поэтому будет очень удобно можно естественно это все отстегнуть летом проветрить хорошо здесь тоже сеточка установлена ребенок не вывалится никуда вот собственно что касается задней стеночки что касается положение ребенка здесь раз производитель заявляет с рождения то мы здесь видим практически горизонтальную поверхность ность градусов 175 по моему здесь получается вот сиденье естественно они чуть-чуть чуть-чуточку меньше чем стандартный бейджел но не намного меньше поэтому все технические характеристики в описании добавлю посмотрите вот но ущербно ребенок себя чувствует не будет даже в зимней одежде это точно место здесь принципе достаточно глубина глубина здесь тоже вполне отличная длина имеется ввиду сиденья что касается безопасности все стандартно 5 точная система ремней с мягкой накладкой на плечевой зоне на плохой к сожалению нет бампера в комплектации нет но у бритокс для этой коляске есть очень классный аксессуар он у них называется если память не изменяет игровой столик это по сути тот же бампер только он большей площадью с подстаканником с полочкой ну какие-то безделушки ребенка могут там лежать очень удобно поэтому докупите советую что касается подножки здесь получается нету классической подножки как вот все привыкли здесь получается что вот эта вот часть она обычно в классическом бритоксе она выдавливается а здесь вот как не дави не зная и так и сяк уже пытался в общем не держится никак не знаю я в общем суть в том что подножки как таковой здесь в привычном понимании нет она сразу идет вниз вот но зато вот когда вот здесь накопится грязь есть замочек открыли быстренько все стряхнули почистили очень удобно так теперь давайте посмотрим на шоссе шоссе естественно здесь металлическая все нормально но убить жила в отличие от бимошина серии у бритокса колеса никогда не надувные они пластиковые на полиуретан лишь таки мягкий но это не воздух вот что касается задних колес это так классические колеса спереди двойные сдвоенные колеса давайте посмотрим на амортизацию что у нас здесь амортизации чтобы было виднее нажимаем амортизация здесь есть на задних колесах не супер мега мягкая достаточно спереди вполне себе приличная очень неплохо вот посмотрите вот сюда ничего так нормально мягенько передние колеса естественно можно заблокировать так давайте теперь перейдем к изучению багажного отсека багажный отсек тут принципе достаточный но на мой взгляд могли бы сделать и побольше просто ширина рамы такая что можно было бы его еще чуть-чуть расширить для двоих детей все таки там много чего на нас с собой брать игрушек без девушек всяких моя пределька может быть и достаточно кому-то будет но я бы хотел побольше кстати вес который выдерживает этот багажник 6 килограмм так давайте теперь посмотрим на ширину я немножко под запамятовал поэтому я взял рулетку из посмотрим 77 сантиметров ширина колесной базы поэтому во много дверей она войдет но не во все вот так теперь давайте посмотрим как эта конструкция складывается вообще от классической для одного ребенка коляски одесса особо конструкция не отличается ничем чтобы сложить вот здесь кнопочку сбоку нажимаем и здесь сверху два ремешка за который дергаем и складываем так собственно все если немножечко из ловчиться вот так вот отрегулировать то можно ее и поставить отлично ну я не знаю она не такая огромная как могла бы быть вполне себе в любой по сути багажник поместится так выбираем фиксатор открываем едем дальше что касается тканей там используем их в ней это классический бритокс ничего нового здесь не придумали ткани были хорошие так и остались хорошие претензии к качеству изделия тоже меня никакого поэтому с этим все нормально вот принципе по коляске все что хотел рассказать я вам рассказал а кстати не рассказал тормоз 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 здесь у нас с правой стороны нажали заблокировали и ковырнули разблокировали не очень круто обувь пачкается вот теперь в двух словах подытожим мое мнение коляски которые я уже поюзал посмотрел для погода для двойни такого типа принципе их достаточно много но вот эта коляска знаете такая золотая середина это не легенькая такая хорошая городская всесезон очка где дороже на ней покорять не получится естественно но по городу по не очень хорошей дороге в принципе она спокойно проедет вот видите только амортизация да классно вот во первых бриток это качество само собой очень хорошие надежные коляски на мой взгляд достаточно вместительные они учитывая что это пока для коляска для погодок вот багажник вот не сильно большой багажник его бы я хотел конечно побольше вот к минусам еще отнесу нету в комплекте никаких бамперов придется покупать отдельно тоже как бы минус ну это ладно это мелочи в целом ощущение от коляски очень приятные она хорошо сделано качество претензий нет материалы как были классными так и остались вот поэтому погодки как вариант обязательно изучите ее почитайте есть возможность магазин прийти придите посмотрите ее вживую у меня лично вопросов коляске нет вообще никаких все стопроцентное попадание куда надо минусы я уже вам назвал плюсы здесь все остальное коммортизации качество изготовления в общем вопросов при так сообщений каких нету это что регулируется ручка таком большом диапазоне это тоже классно вот собственно все единственное щек плюсом добавлю то что комплектацию входит оригинальный дождевик это тоже очень здорово потому что реально проблема для такой коляски дождевик найти который классно сядет если его нет в комплекте универсально это все фигня по большому счету вот собственно все заключение большое спасибо первой коляске что предоставила ее на обзор спасибо спасибо вот вам хочу пожелать хорошего правильного выбора и если это видео вам было полезно ставьте лайки не полезно не ставьте лайки подписывайтесь на канал и удачи вам всего доброго